приветствую вас дорогие друзья с вами лур лемуру добро пожаловать на рубрику интересные проекты space engineers я надеюсь вам всем вчера понравилось то что я там натворил наделал и снял ну что ж а сегодня именно сейчас у нас будет проект достаточно любопытный увидев которые вы скажете вот ты сошел с ума или что с тобой случилось все ли с тобой в порядке да со мной все в порядке на решил привнести снова какого-то разнообразия в наш space engineers серьезными проектами занимаются всякие серьезные инженеры ну я тоже серьезный но в меру во мне я наполовину состою из юмора только лишь наполовину из инженера так что не обессудьте ну что ж давайте перейдем к сегодняшнему проекту под названием red rocket или rocket 69 1 русской на русский язык приводится как ракета 69 казалось бы странно лук почему ты делаешь обзор на вот такую вот лая ракету когда есть такие фешенебельные замечательные строения структуры там огромные какие-нибудь не знаю там вот уже напрашивается воркшоп на то чтобы ты сделал там обзор там на 10 сделал неделю варка вархаммер 40 кей и там огромное количество шикардосных кораблей по вселенной вархаммер ну да кстати возможно я сделаю если хотите неделю от вархаммер 40 кей увидеть все творения из этой игры это ставьте плюс если хотите неделю звездных воинов ездить здесь есть фанаты звездных воинов будет неделя обзоров из скажем во вселенной звездных воинов и так далее ну а данная ракета все-таки вернемся к ней она создана по мотивам значит красные ракеты внимание из игры alien the isolation то есть есть такая игра или не залейшим там нету конечно такой ракеты да но она есть форме игрушки где-то на столе является плюс еще по новинной культуре из пятидесятых годов там пел и была песня rocket 169 и с ней тоже связано данные как бы ракета данное творение возможно как ты создатели игры вдохновились и то есть в игру тоже эту музычку вставили но короче не суть важна главное что создана ракета таким образом ее создатель ее создатель доктор дарк сит скитер вот такой вот у него ник пришлось подглядеть а ну ничего давайте попробуем потестируем эту ракету посмотрим как она летает вроде бы кстати по дизайну она так принципе неплохо сделано соответственно все все что нужно все здесь есть судя по всему даже есть его ники внутри расположены для того чтобы менять направление ракеты также здесь всего водородников полно полно всего того чтобы вырабатывать водород и отправлять нас дальше при том водородных баллонов нет а именно из генератора баллона мама маленькая то есть генераторы водорода и гислорода в маленькой сетке вот программа главное правильно так сказать ракета само собой сделаны из маленьких блоков как видите здесь у нас все так скромненько красивенько давайте мы тут включается свет как бы да со всех сторон и вы можете просто включить свет действенности по телек летите значит вот такой в космос с открытым окном на таким огромным открытым окном сидите такие такой на диванчике и смотрите все что значит и телек смотрите и и как бы это что мимо вас пролетает я не знаю конечно норм или не норм но и это еще не все здесь еще есть дороге это сейчас мы у него чудом поднимемся но чудом да джетпаков есть и крест лица тоже можно включать и выключать свет дам ну тут по одной лампочке все вступается здесь тоже разные части данного как маленькой ракеты мне еще умудрились уместить как все это здесь типа у нас кроватка такая испорт подняться наверх и спать здесь свет тоже включается короче очень мило и все в принципе дальше у нас уже идет нос ракеты больше ничего нет но как говорится если есть ракета то надо обязательно не полететь как говорится и все верно это правильная логика потому что здесь есть вот такой кокпит для того чтобы стартовать говорится и управлять вообще этой ракеты принципе неплохо и здесь есть у нас хранилище storage в котором конечно же у нас ничего нет это уже на ваше усмотрение если что-то будете класть в ракету 69 ну что ж давайте давайте взлетим садимся в нее у нас раз такой боковой видок это я так сделал чтобы было удобно и дорогие друзья во всех моих обзорах есть доля краш-теста то есть я намеренно ломаю некоторые свои создания поэтому не думайте что я не могу им управлять я могу я могу обратно ездить все такое да у меня нет прав в реальной жизни но ездить я умею нормально что ж не обессудьте и давайте попробуем сейчас включить наши тастеры здесь всего на панелька которая включает нам наши двигатели ухты пошел так ну что ж мы не можем камеру как-то по другому отклонить том что копы тут устроен иначе и то что же давайте давайте нажмем на этот на клавишу тап и взлетим ухты вау то есть такой крутой полет вертикальный получается у нас не знаю мне нравится ребята посмотрите какая романтика типичная ракета потом это ракета из каких-то с какого-то детства судя по всему да то есть почему из детства потому что в принципе так вот так такую ракету мы думали что мы можем сделать на ней летать куда угодно поставить там диван поставить там не знаю кухонку свою что-то еще и если кто-то делал ракету из дырявого ржавого пака ставьте лайки думает дубы поймете о чем я говорю и я делал я лично пытался сделать ракету и реально думал что на ней можно куда-то лететь не в космос но куда-нибудь кстати говоря мне вот интересно что это за корабли которые там вдали мелькают да вроде бы дружественные first колонист вроде бы они помечены такой фракции но вы напишите мне что это за корабли то есть я не в курсе я не играл целый год в игру и поэтому я не знаю откуда то есть сюда добавили каких-то какие-то корабли дружественные фракции что ли теперь своей фракции которые куда-то летают не знаю короче напишите об этом чтобы я знал тоже так выправляемся давайте ппп получше то есть вертикально сделаем вертикальный полет чтобы побыстрее оторваться поверхности ну что сказать скорость замечательная полет великолепной скоро мы уже совсем покинем атмосферу так и я больше даже хочу приблизиться к этим first колонистом скажем так даже больше чем оторваться от земли то что от земли мы сколько раз отрывались этого мне кир был space где все очень сложно да как казалось бы здесь все гораздо проще здесь очень просто рассчитать все чтобы все было чики-пуки ну-ка по-моему атмосферу уже как-то не миновали 8 километров до них блин далеко вот они там расположились давайте я сейчас попробую к ним поближе подлететь и потом мы продолжим запись и так до этого самого значка осталось два километра пока нифига не вижу конечно но скоро буду очень близко я не удивлюсь если это просто какие-то той а нет это не . это что-то что-то внимание что это такое чё это камни короче ребят напишите мне что это такое может мы врежемся в это и поймем что это такое она спускается потом подымается она мельтешил у меня пред глазами несколько роликов поэтому я хочу понять что это такое опа так я не понял что это было но я его повредил говорится она сейчас от меня отдаляется и моя ракета куда-то падает кстати давайте попробуем врежем куда-нибудь и поймем как это ракета выдерживает данные данную перегрузку ух как это снесло да нам ножку так куда же нам врезать здесь ничего не видно абсолютно так ну-ка 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 сейчас будет хабум говорится но мы уже остановиться не сможем так что извиняйте сейчас будет сейчас будет картинка я надеюсь не будет лагать очень надеюсь что всего то нет вы серьезно и всего то что ли я несся с огромной скоростью чтобы расхерачить вот это вот ракету и он вот так вот пымс и все нет 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 это это не серьезно я даже я и это что такое это же еще раз по моему взлететь могу блин так подождите ладно а та штука которая летала она нет она падать не собирается ее хоть и повредил но это было что-то странное или она падает таким образом я не знаю единственный способ что то что это такое понять что это такое наверное долететь до нее было прикольно если бы она сейчас падала от того что я ее задел но блин очень крепкая ракета реально крепкая ракета потому что она выдержала прямое столкновение как бы в лобовую землей у меня вообще нет комментариев да вообще по этому поводу как так как так можно то вообще ну ладно сейчас мы попытаемся взлететь снова благо нам это кажется позволено сделать так ладно блин гироскопчики тут не очень скажем да я ползающая ракета ух да мы себя немножко повреждаем на как бы да все равно чего туда стоит раз сколько выдержит эта штука когда она скажет ну расставь меня в покое боже мой я кажется упоротыш это знаете это как морковку сквозь терку да все кажется он выдох нет и вода все ладно ладно все подурачились и и хватит мне реально только вот сейчас начали меня гироскопа так как бы я взлетел наверно еще раз а может мы можем еще раз взлететь да давайте попробуем эхма блин о да ура так что там происходит неужели я опять там вполне куда-то качусь да я куда-то о я мог бы взлететь вертикально вернись так черт вернись так 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 залезть о все ребята мы полетели еще раз все теперь можем полететь в космос еще раз и и что мы сейчас сделаем да как бы тут я расхерачил эту ракету все таки только я окажусь на орбите я вам обязательно скажу что я там ну точнее скажу что короче я с вами прощаюсь сейчас и так дорогие друзья мы в принципе вышли в открытый космос на том что осталось от ракеты мы полетели довольно шустренько бодренько так вот и прикольно то что в принципе как бы от ракеты мало что осталось но она оказалась рабочий до жаль что у нас теперь нет здесь телевизора который был с этой стороны и вообще кстати говоря здесь много чего интересного например оказывается в ножках у нас были эти контейнеры до средние контейнеры и забавно что как бы я этого не заметил как сказать не они оценил вот что здесь такая вот конструкция но так как ее хорошенько потрепал есть и хорошая сторона мы можем увидеть что здесь внутри у нас и внутри у нас все-таки есть баллоны я был неправ здесь все-таки есть они здесь все-таки стоят очень любопытное расположение ионных трастеров которые направляют нашу ракету в разные стороны ну а здесь также больше у нас нет цвета хотя есть одна лампочка вот всего лишь осталось и в принципе все у нас замечательно ну что же ставьте лайки если вам нравятся подобные как бы выпуски ведь знаете кроме меня мало кто способен на такие безумства ну и похлеще безумства будут конечно же безумство это хорошо особенно если вы находитесь в космосе совершенно один вам скучно безумство это то чем можно заниматься чтобы развлечься помимо построек конечно постройки тоже важны что же с вами был лур лимур подписывайтесь ставьте лайки и ожидайте дорогие друзья ровно через два дня выйдет новый выпуск нашего сериала фазы 1 где вы узнаете чем же закончилась судьба лура дроздова и точнее не закончилась что там ждет короче какие события там будут развиваться потому что половина из них для меня тоже загадка ну ладненько всем всего да всем добра всем замечательного лета отдыхайте чтобы у вас было все вот так вот до скорых встреч дорогие друзья всем пока пока доброе друзья доброе спасибо ��겠습니다 спасибо